Бездомные, богатые и нищие. Все это не о новых героях какого-нибудь с душевного сериала, а о депутатах. Точнее, о кандидатах в народные избранники. Теперь уже точно можно сказать, до выборов остался ровно месяц. ЦИК пересчитал всех до одного кандидата в депутаты от 14 партий, которые и пойдут на выборы в Госдуму. Партийные декларации, скажем, не удивили никого. Среди кандидатов от партии Роста Бориса Титова предпринимателей очень много, но единороссы все равно зарабатывают больше всех. Исходя из 400 деклараций будущих народных избранников, годовой доход среднестатистического кандидата единоросса около 11 миллионов рублей. У партии же в целом 4,5 миллиарда. Кстати, почти всю сумму хранят на счетах Сбербанк. Такой обеспеченный политик любит жить в своем доме на свежем воздухе, а кто-то даже на Кипре. По количеству земельных участков уступает лишь кандидатам от партии Роста. Имеет много квартир 500 на 400 депутатов, причем, судя по площади, трех и четырехкомнатных. Ездить предпочитает с комфортом. На машинах заграничных, ленд-ровере, мазде, форде, но больше, конечно, на Тойоте. Вот работать на земле на дачных грядках не очень любит. В декларациях записано только 12 дачных участков. Что же у оппонентов по парламенту? Вот среднестатистический кандидат от «Справедливой России». По справедливости не бедствует. Годовой доход чуть-чуть не дотягивает до 10 миллионов. С имуществом тоже все неплохо. Где-то по одной-две квартиры на каждого. Судя по задекларированным квадратным метрам, двушек или трешек. Передвигается «Справедлива Рос» на хороших машинах. В автопарке вновь Тойоты, Мерседес и БМВ. Есть и газы, правда, на всю партию всего 20 штук. Имущества зарубежного не так много, но есть 400 квадратных метров на Кипре. Вот выращивать помидоры на дачных грядках любит лишь один кандидат. Подопечные Владимира Жириновского скромны. Приблизительный портрет либерал-демократа выглядит так. Молод, успешен, но не притязателен. Получает не так много, как оппоненты. Около 4 миллионов всего. На всю партию 1 миллиард 200 миллионов. Не у всех есть квартиры в собственности. Возможно, многие в прошлом созыве жили в депутатском доме на Улафа-Пальме. Это между Поклонной горой и Лужнецкой набережной. Но те, у кого свои квадратные метры есть, не жалуются. Это двушки или трешки площадью в 62 квадратных метра. Некоторые владеют жильем в Болгарии и Латвии. Излюбленный автомобиль либерал-демократа Тойота вариации Land Cruiser и Camry. В этом своеобразном парламентском рейтинге кандидат-коммунист, пожалуй, зарабатывает меньше всех. Где-то 3,9 миллиона в год. Имеет втрое меньше, чем партия большинства земельных участков. В основном в России. Есть квартиры в Белоруссии, Эстонии. Нередко достались наследство от родственников. В нашей стране же у них в основном двухкомнатные квартиры. Со скромным метражом до 58 квадратов. Кандидат-коммунист деньги предпочитает хранить в Сбербанке. Доверяет также Трасту и ВТБ. А вот на дороге сторонников Геннадия Зюганова сразу можно применять. Они предпочитают авто отечественного производства. Но жалуют и статусные машины. Роллс-Ройс, немецкий Баркас, Баркс, 1971 года выпуска. И раритетный ГАЗ М20, 1951 года. Есть с парламентскими партиями все понятно. Про их зарплаты и машины и так говорили все последние пять лет созыва. То вот новички вызывают интерес. Например, кандидаты от партии Роста. В основном это человек-предприниматель. Его годовой доход около 6 миллионов. У него много земельных участков по всему земному шару. В Турции, Узбекистане, в Греции, Болгарии и даже африканском Конго. Деньги человек Роста хранит стабильно в Сбербанке. Ездит на Мерседесах, отечественных авто и излюбленных политиками Тойотах. А вот самые брендовые кандидаты – коммунистов России. В отличие от старших братьев, в парламенте они получают где-то 400 тысяч рублей в год. А это 33 тысячи в месяц. Есть среди них и тот, кто зарабатывает, внимание, 18 копеек в год. Квартиры у российских коммунистов обычные, в основном двухкомнатные. Есть среди них даже те, кто и этим похвастаться не может. Зато им не надо волноваться за репутацию. Имущества за рубежом нет.